Любой удар в остальную поражаемую зону, будь то кулак, голова, корпус, приносит бойцу одно очко. Ну и нога, соответственно, горит, да. Что еще разрешено? Разрешены удары на ртом щита, который Александр нам сейчас показывает. Можно пить в любую поражаемую зону. Лицо, корпус, но это не приносит очков. Что запрещено? Запрещены любые удары кулаком, поиск, уколы, удары ногами. И борцовские приемы. Падение подсказывает мне то, что запрещено, но я не знаю, я же начинаю всем падать. Если хотите. Бой будет победить полторы минуты, по окончании победителька будет выведен победитель. Победители под рукой, затем выйдут в финал и будут выйти на завтрак, и завыдя на старт. Потеря оружия и падение штрафуются тремя штрафными очками, как и по ломке снаряжения. Кроме жита. Все, всем спасибо. Итак, на листалище у нас старинцы, сверху Сибарь, Долгий и Надехер. Генералы, конечно, все пользуются. Древние миры, древние миры, древние миры, генералы. Давайте, давайте, поэкстану. И бой! И опять сражаются божьи в доспехе Золотой Орды XIV века против европейского рыцаря XIV века. Все с нетерпением ждут боя Ленина, писалище Рульсич. Играетiveness Орды. Это значит, что они отмениваются точными прицельными ударами, делают ставки не на...